Нечеловеческая жестокость. В славянке мужчина порезал собаку ножом на глазах у соседей. О случившемся рассказали волонтеры группы помощи животным. История, которая поражает своей жестокостью, в репортаже нашего корреспондента. Вы знаете, что это собака? В его глазах грусть и непонимание. Как же люди могли так поступить? Сейчас пес не доверяет людям. Оно и понятно. Ведь от рук человека он чуть не лишился жизни. Свежие раны на шее, как напоминание того ужасного дня, когда мужчина с ножом напал на собаку. Услышав жалобное скуление пса, на шум выбежали соседи. Слышу, что-то муж кричит, ругается. Виск стоит. Я выбегаю на улицу, стоит мужчина, согнувшись над собакой. Собака на цепи была, она у него между ног, получается, сидела. И он с ножом стоит, режет ей шею. Все в крови, собака бегает, шеи кровь у нее, хлещет. Это очень страшно. Мне всю ночь перед глазами эта собака стояла. Это невозможно просто. Я не понимаю, что такое у людей вообще в голове может быть, что вот так вот. Неравнодушные люди позвонили волонтерам группы помощи животным. Все сразу вызвали ветеринара. После осмотра пса повезли в клинику, чтобы зашить раны на шее. Вопиющий, жестокий. У нас пропадали собаки на улице Калинина, вот в Старой Славянке, Украинская, Волково. Начиная где-то с августа месяца. Пропало много собак, около 20. Изначально были разговоры, что их утаскивает леопард. Ну, то есть версий было много. Ну и была версия, что их просто на мясо съедают. Сразу после случившегося волонтеры кинули клич в социальных сетях, чтобы найти хозяина собаки. И хозяйка нашлась. Женщина утверждает, что это ее пес по кличке Чак. Он пропал в декабре прошлого года. Как сейчас себя ведет? Поменялось его отношение к людям? Он боится всего. Очевидцы случившегося написали заявление в полицию. Теперь уже правоохранительным органам предстоит разобраться в том, что произошло. Стоит отметить, что за жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная ответственность. Когда участковая даже сюда приехала, она изъяла нож. И знает того человека уже, кто это сделал. Сейчас собирается доказательная база, что все, дело передается потом в суд. Будем до конца бороться и искать. Ну, нельзя так. Просто нельзя. К сожалению, это далеко не первый случай агрессии людей по отношению к животным. Большинство из них оказываются для братьев наших меньших смертельными. Почему люди это делают? Пожалуй, самый частый возникающий вопрос, на который трудно найти ответ. Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.